На минувшие недели коридоры власти, а именно городской администрации, стали полем битвы за уличную рекламу. Условия конкурса на право заключения договора на установку по городу рекламных видеоэкранов предполагали, кроме бальной системы оценки претендентов, что в случае, если заявители равны, приоритет отдадут тому, кто первым подал заявку, чтобы все по-честному. Но простая бюрократическая процедура превратилась в потасовку. Адвокат Оскар Чержиев был там, представлял интересы предпринимателя, который хотел подать документы на конкурс. Но придя в администрацию, заявители столкнулись с проблемами. «Заявки должны были приниматься с 9 часов. Мы туда пришли в 8.20, а двери подпирали уже какие-то люди неизвестные, там было человек 6 или 7, и никого не подпускали к дверям начальника управления по делам наружной рекламы, куда как раз-таки нам и предстояло подать нашу заявку». Как рассказывает юрист, особенно возмутило еще и то, что в журнале на посту охраны они зарегистрировались первыми. Как же другие посетители попали в здание? После продолжительного стояния у кабинета приехал депутат городской думы Олег Лебедев. Но прорваться через оцепление крепких мужчин не удалось и ему. Я прибыл туда где-то без 5 минут 9, для того, чтобы, зная, что там проходит конкурс, посмотреть, как он проходит конкурс, как происходит сама процедура принятия конвертов. В потасовке пострадал только городской бюджет, ведь конкурс на 6 миллионов рублей в итоге отменили. Руководитель управления по делам наружной рекламы уверен, провокация была спланирована, как раз для того, чтобы сорвать конкурс. Мы понимаем то, что эти конструкции, когда появятся, то действующие щиты могут очень сильно потерять клиентов. Это неестественный процесс, потому что такие конструкции более современные, более удобные в плане смены контента, более гибкие в этом отношении. Они позволяют намного больше средств и больше внимания способны привлекать. И здесь мы можем предполагать, конечно же, утверждать, ничего невозможно. Но готовы предполагать, что ситуация вот эта, ну именно скандал такой в некотором роде, преследующий своей целью отмену проведения торгов, мог быть оказаться интересен владельцам щитов, которые здесь в центре находятся. Ну в составе группы, вот как раз вот одних из подателей заявок, был руководитель одной из организаций, которая принадлежит значительное число щитов в центре города. Нужно ли срывать конкурс тому, кто хочет принять в нем участие? Вопрос непростой. Но остались и другие, на которые, видимо, ответят надзорные и правоохранительные органы. Я обратился в полицию, привлечь к ответственности тех людей, которые препятствовали работе администрации. Я обратился в Следственный комитет и в прокуратуру. Считаю, что городу несет определенный ущерб и моральный, и материальный. Что касается судьбы несостоявшихся торгов, по информации мэрии, их все же возобновят. Вероятно, когда поулягутся страсти. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.